Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Таня, и я сегодня к вам с нашей любимой, постоянной рубрикой пустые баночки. Будем вместе разбирать косметику, которая у меня закончилась, и я буду рассказывать свои впечатления о ней, что мне понравилось по итогу использования, а что не понравилось. Что я буду повторять, а что я повторять точно не буду и никому не посоветую. Но прежде чем я перейду к пустым баночкам, минутка полезной рекламы. У вас есть желание создать уютную атмосферу в квартире или вам захотелось перемен, но вы не знаете, куда обратиться? Компания Вира Артстрой – это то, что вам нужно. Они помогут профессионально осуществить ваши мечты. Компания Вира Артстрой на рынке уже 25 лет, и многие клиенты возвращаются к ним повторно уже с новой квартирой, загородным домом, либо офисом. Если вам нравится уникальность, вы любите роскошь и цените качество, и вы готовы поразить всех ярким интерьером, созданным специально для вас, тогда 20 дизайнеров высокого уровня не только разработают проект по вашим идеям, но также помогут подобрать материалы, согласовать перепланировку и спроектировать инженерные системы. Они даже могут строить функцию «умный дом» в вашу квартиру. Увидеть результат вы сможете еще до ремонта при помощи 3D-визуализации. Компания Вира Артстрой уверена в качестве своих работ, поэтому дает гарантию 5 лет. По-моему, это очень круто. Прямо сейчас на разных этапах строительства находятся более сотни квартир, и несколько тысяч объектов уже радуют своих хозяев каждый день. Подписывайтесь на Инстаграм Вира Артстрой, вдохновляйтесь работами их дизайнеров, заглядывайте на их сайт и еще подписывайтесь на их YouTube-канал. На YouTube-канале Вира Артстрой вы сможете насладиться уже готовыми интерьерами, которые, несомненно, вдохновят вас на перемены. Ссылочки на Инстаграм, на YouTube и на сайт Вира Артстрой я оставлю внизу в описании под видео. Заглядывайте. Переходим теперь к пустым банкам. И с чего начнем, с чего начнем? Давайте начнем с вот этого средства. Это двухфазная сыворотка для волос от бренда Лавинс, обогащенная протеинами. Ну, это такая, знаете, стандартная увлажняющая пшикалка для волос. Слегка увлажняет, распутывает волосы, облегчает расчесывание, немножко придает блеска волосам. Ну, в общем, стандартный такой как бы увлажняющий спрей для волос. Мне понравился. Я израсходовала до конца. У меня здесь ничего не осталось. Стоит, по-моему, рублей 300. Очень даже неплохое средство. Не знаю, буду ли я повторять. В принципе, нет ничего в этом продукте такого, что меня бы прям настолько впечатлило, что я хотела бы повторить. Но в целом средство очень даже, очень даже неплохое. Следующая банка – это крем для лица от корейского бренда Elevon. Крем этот называется Water Drop. И это очень интересный крем. Он с технологией, которая как раз-таки, по-моему, так и называется – Water Drop. В общем, в чем фишка? Когда наносишь его на кожу, он превращается в множество-множество мельчайших капелек воды. Он становится прям как водичка такая. И он очень быстро впитывается, прям буквально моментально. Увлажняет кожу, и кожа остается после него матовой, вообще без какого-либо намека на жирный блеск и на какую-то пленку. Очень классная вещь для жирной кожи, для комбинированной склонной к жирности кожи на теплое время года. На зиму я люблю все-таки что-то поплотнее. У меня, кстати, кожа комбинированная. Я люблю на зиму что-то пожирнее, поплотнее, более такое защитное и питательное, чтобы защитить кожу от холодного ветра, от мороза, от снега и так далее. А вот на лето, когда жара, этот крем просто чудо. Он очень классный, легкий. Опять же, повторюсь, для жирной кожи вообще супер-пупер находка. Что у меня закончилось дальше? Огромная бутылка сухого шампуня Батист. Кстати, первый раз я нашла его в таком огромном формате. По-моему, я на Яндекс.Маркете его заказывала. Тут целых 400 мл. Ну, вы видите, да? Огромный просто флакон. Для домашнего использования, если часто пользуешься сухим шампунем, конечно, такой объем очень удобный. Он получается по цене выгоднее, чем брать стандартные 250 мл. Это был классический Батист с оригинальным запахом. Один из моих любимых среди Батистов. Тут такой как бы запах не очень яркий, не очень как-то удушающий, раздражающий. Ну и вообще, в целом, вы знаете, что я люблю сухие шампуни Батист. Они классные. Они классные, они реально очень хорошо справляются со всеми задачами. Освежают корни, придают объемчик, убирают жирность на корнях. В общем, хороший сухой шампунь. Следующая банка это крем для рук от бренда Аравия Профессионал. Крем называется Джинджер Кукис. И он питательный с миндальным маслом. Это была лимитированная коллекция прошлого нового года. Получается, что он у меня расходовался с декабря прошлого года по сентябрь этого года. Хватило мне прям очень-очень надолго. Но я пользовалась, конечно, не только этим кремом для рук. У меня и какие-то другие варианты периодически были в ходу. Ну, в общем, он расходовался очень долго, потому что он прям жирненький. Он жирненький, он маслянистый, он питательный. И на каждый день мне такой жирный крем, в принципе, не нужен. Поэтому я к нему обращалась довольно редко. Если у вас очень сухая кожа рук, это хороший вариант. Не знаю, кстати, можно ли сейчас его купить. Может быть, опять к Новому году появится в продаже. А может быть, и сейчас он есть в продаже. Ну, в общем, если увидите, и у вас сухая кожа рук, то попробуйте. Хороший. Единственное по поводу отдушки. У меня здесь были ожидания, что будет пахнуть имбирными печеньками. Дабы он называется джинджер кукис. Но по факту пахнет не имбирными печеньками, а смесью свежего имбиря для суши с имбирем сушеным. Вот это вот приправа в пакетике. Ну, такой довольно странный запах. Но не противный. Запах нормальный, но как бы на любителя. Что у меня закончилось еще? Закончился гель для душа от Лепети Марселье. Это был гель с ароматом Средиземноморский гранат. Вот, кстати, гранатом, девочки, вообще не пахнет. Пахнет какими-то цветочками, конфетками. Такой сладкий, девчачий конфетный запах. Приятный, в принципе. Но не гранатовый. Гранатом не пахнет. Мне гель понравился. Я вообще люблю гели от этого бренда. Они мягкие, они хорошо пенятся, они не сушат кожу, продаются в любом супермаркете и недорого стоят. В общем, хороший. Что еще приняло сказать? Следующее, что у меня закончилось, это очередная банка мусса для умывания от бренда DAF. Это мусс для тусклой сухой кожи с рисовым молочком и розовой водой. Очень приятная пенка для умывания. Она такая прям воздушная, мягкая, как облачко взбитых сливок. Очень ей приятно умываться, комфортно ей умываться. Кожу абсолютно не сушат. Мне вообще нравятся все муссы для умывания из линейки DAF. И зеленый, и голубой, и этот розовый. Они все прекрасные. Но если у вас жирная кожа, тогда лучше берите версию для жирной кожи. Это все-таки больше подойдет для нормальной, для комбинированной и для сухой. Следующее, что у меня закончилось, это шампунь от Herbal Essences без сульфатов из линейки Aloe plus Bamboo. Это самый мягкий шампунь от бренда Herbal Essences из всей их линейки. Я пробовала несколько вариантов. И некоторые прям конкретно подсушивают волосы. Но вот этот без сульфатный вообще не сушит. Он очень мягкий. Он волосы не спутывает, не превращает в гнездо и в солому. Приятно пахнет. Опять же, продается практически в любом магазине у дома. В общем, мне нравится эта линейка Aloe plus Bamboo. Классная. Из этой же линейки у меня еще закончился бальзамо-ополаскиватель. Укрепление плюс увлажнение Aloe plus Bamboo. И базовый хороший ополаскиватель для частого применения. Распутывает волосы, слегка увлажняет. Делает волосы мягкими. И приятно тоже пахнет. Такой здесь освежающий запах. Следующая банка, а точнее пакетик, это пилинг-пад от бренда Neogen. Насколько я помню, в прошлых пустых банках у нас тоже был пилинг-пад от Neogen. Но тот был с вином. Этот уже не с вином. Этот с зеленым чаем. Ну что могу сказать? В общем, все то же самое, что и про пилинг-пад с вином. Я не буду покупать полноразмерный формат этих падов. Вот такую полноразмерную банку. Потому что я считаю, что эти пады не стоят своих денег. Пады от Natura Siberica за, по-моему, 450 или там 350 рублей. Точно такие же по эффекту, по действию, как эти пады от Neogen. Только эти стоят около 2000 рублей в полноразмере. Такая же ткань, как у падов Natura Siberica. Ну, пропитка здесь, понятно, другая по составу. Но по эффекту, девчонки, ну, то же самое. То же самое. Легкое отшелушивание, очищение, обновление кожи. Ну, в общем, я не вижу смысла покупать в полноразмере эти пады и делать этого не буду. Как мне они понравились с вином, так же мне и эти с зеленым чаем. Ну, как бы, не то, что не понравились. Они нормальные, они работают. Но я не вижу смысла за них столько денег платить, когда можно аналогичный продукт по действию купить гораздо дешевле. Следующее, что у меня закончилось, это шампунь, о котором я вам 100 тысяч раз рассказывала. Поэтому не буду сейчас сильно углубляться. Это шампунь от бренда Rainbow с хной и с биотином. Заказываю на iHerb, беру не первый раз. Это шампунь очень мягкий, бессульфатный, очень мягко промывает кожу головы, не сушит и не спутывает волосы. Прекрасно подойдет, если вы часто моете голову. Следующая банка это матирующий лосьон пудра от бренда Eiffroche из линейки с перечной мятой. Я его не израсходовала практически нисколько. Тут вот прям вот буквально чуть-чуть использовано. И я протирала им только спину, потому что для лица я лосьоны спиртосодержащие не использую. А тут в составе идет спирт, и по-моему он даже на втором месте. Да, он на втором месте идет после воды. Я не использую для лица спиртосодержащие тоники и лосьоны, потому что это очень сильно повреждает гидролипидную мантию кожи, очень сильно пересушивает кожу. Спиртосодержащие средства возможно использовать только точечно, локально на какие-то прыщики. Вот в таких случаях, да, они работают и они допустимы, но на все лицо однозначно нет. Для спины я пробовала использовать, протирала свои высыпания на спине, не заметила в принципе никакого особого положительного влияния на них, поэтому в общем избавляюсь от этого лосьона, мне он не подошел. Что у меня закончилось еще? Интересная зубная паста от бренда Es Pasta, продается у Magnit Cosmetic. Это паста со вкусом мяты и гуавы. Очень у нее такой интересный мятно-фруктовый вкус. Я вообще небольшой любитель фруктовых паст, потому что они чаще всего очень плохо освежают дыхание. Я больше люблю мятные варианты, чтобы все-таки свежесть во рту оставалась. Но так как здесь сочетание мята плюс гуавы, тут есть и прикольный такой фруктовый мягкий вкус, и при этом еще и мята. И свежесть есть, и интересный вкус есть. Мне понравилась эта паста, хорошая. Здесь написано, что она с кальцием, что она снижает чувствительность и укрепляет эмаль. Но насчет снижения чувствительности и укрепления эмали ничего сказать не могу. У меня нет повышенной чувствительности. А проверить укрепление эмали вообще нереально. Но по вкусу и по своим очищающим свойствам паста мне понравилась. Хорошая. Что еще, что еще, что еще? Закончился у меня спрей для лица от бренда Heritage Store. Это спрей для лица с iHerb. Он был на основе розовой воды и глицерина. Это увлажняющий мис для лица, который можно распылять как тоник, либо можно в течение дня просто, чтобы освежить, как-то немножко дополнительно увлажнить кожу. Можно нанести его поверх макияжа, чтобы, например, прибить пудру, и пудра выглядела на лице более натурально. Ну, в общем, такой многофункциональный мис для лица. Можно, кстати, его также еще использовать на волосы. Если волосы электризуются, прям в течение дня буквально чуть-чуть пшик-пшик на волосы и ладошками пригладить. И сразу вот эта наэлектризованность снимается. В общем, хорошая штучка. Как-нибудь при случае повторю. Мне понравилась. Израсходовала до конца. Уход для пяточек от бренда Floresan. Крем для ног киратолический. Содержит мочевину в концентрации 16,4%. Это, на самом деле, достаточно большой процент содержания мочевины. И вот если у вас проблемная кожа ступни, у вас есть какие-то трещины, натоптыши, сухая очень кожа на пятках, тогда обращайте внимание на кремы для ног именно с мочевиной. Мочевина очень круто справляется с такими проблемами. Здесь, помимо мочевины, еще есть масло кедрового ореха и экстракт чистотела. Пахнет этот крем специфически. Такой у него, знаете, запах какой-то немножко елово-хвойный. Такой немного какой-то советский запах. Мне чем-то напомнил кремы из детства. Но, в общем, пятки, в принципе, далеко от носа. Поэтому сильно там как-то этот запах не ощущаешь. Вообще крем хорошо работал. Он реально хорошо восстанавливает кожу пяток. Кожа после него мягкая, приятная. И стоит этот крем абсолютно недорого. Покупала также его, по-моему, в Магнит Косметик. Что у меня дальше закончилось? Средство для кожи головы, а точнее... О, не пахнет. Он так ловко залетел в пакет. Просто трехочковый. Средство для кожи головы от бренда Esthetic House из линейки CP1. Это шампунь-скраб для волос. Здесь такая плотная, густая консистенция шампуня. И в ней были частички соли, довольно крупные. И нужно это средство наносить по проборчикам. Массировать. Оно очень хорошо очищает кожу головы. Удаляет умертвевшие клеточки. Потом смываешь его. И просто какая-то невероятная чистота и свежесть. Волосы очень чистые. Рассыпчатые у корней для жирной кожи головы. Это вообще просто прекрасная штучка. Единственное, здесь абсолютно вообще дурацкий дозатор. Он очень узкий. Посмотрите, да, какой здесь узкий наконечник. При этом консистенция самого скраба плотная. И она с большим-большим трудом вообще пролазит через этот наконечник. Я, в общем, в какой-то момент уже просто психанула, выдавливая через этот наконечник. И стала снимать крышку. И выдавливать вот таким образом. Я как-нибудь при случае тоже буду это средство повторять. Очень оно мне понравилось. И, кстати, довольно экономично оно у меня расходовалось. Следующая банка – это средство для домашнего ламинирования волос. Называется этот продукт средство, по-моему, для маникюра волос. Какое-то такое у него хитрое название. Хотя здесь на упаковке я ничего подобного не вижу. Но вот в наших российских интернет-магазинах называют этот продукт как средство для маникюра волос. Это продукт от бренда Hacking Professional. Это корейское средство, да, я не помню, сказала или не сказала. В общем, корейское средство для ламинирования волос. Это прозрачный гель, который на 40 минут наносится на волосы, потом его смываешь. И действительно есть эффект ламинирования. Волосы становятся очень гладкие, такие блестящие, просто вот как шелк. Хороший вообще продукт, я израсходовала практически полностью, а потом как-то я про него подзабыла. Он у меня там забился в задний угол шкафчика и кончился у него по итогу срок годности. Поэтому до конца, прям до последней капли не израсходовала. Но вообще средство хорошее. Если вам хочется заняться домашним ламинированием волос, можно попробовать. Работает прекрасно. Но, конечно, эффект не на месяц, остается буквально там, наверное, раз на 2-3 после использования. Еще 2-3 раза помоете голову и эффекта не будет. Но эффект там накопительный. Чем чаще делаете, тем лучше становится состояние волос. В общем, такое средство для тех, кто хочет позаморачиваться и 40 минут посидеть с чем-то на голове. Следующее средство это потрясающая питательная восстанавливающая маска для волос от нью-йоркского профессионального бренда Nexus. Я заказывала ее на iHerb. Эта маска, к сожалению, бывает только в таком формате сошеток. Я бы с радостью купила бы ее прям в большой литровой банке. Вот прям бы взяла, даже не раздумывая. Но вот почему-то продается только в таких пакетиках по 43 грамма. Упаковка, честно, не очень удобная. Мне хватает этого пакетика раза на 3. И поэтому он у меня стоит такой вот весь надорванный в ванне. Постоянно куда-то падает. Ну, в общем, неудобно пользоваться пакетиком. Было бы классно, если бы это была банка. А вообще маска обалденная. Она с протеинами. Она очень круто волосы уплотняет, утяжеляет, напитывает, делает блестящими, мягкими. Просто обалденная маска. Буду 100% повторять. Еще одна банка. Это крем для рук от корейского бренда Kumiho. Это был крем с экстрактом авокадо и маслом ши. Приятный такой легкий базовый крем для рук, просто для увлажнения рук в течение дня. Если очень сухие, потрескавшиеся руки, не поможет. Если нужно просто легкое, быстрое увлажнение без липкости, без жирности, чтобы крем быстро впитался и можно было дальше заниматься своими делами, можно брать. Еще одна маленькая баночка. Это сыворотка для лица от бренда Derma E. Это сыворотка с салициловой кислотой антиакне от прыщей. Она у меня в такой миниатюрке, потому что она у меня была в одном из бьюти боксов Сайхер. Но, кстати, вот этой миниатюрки мне хватило прям достаточно надолго, чтобы ее как следует понять, распробовать и увидеть от нее эффект. Я ее как-нибудь закажу себе в полноразмере. Она очень хорошо работает в те моменты, когда появляются какие-то высыпания. Помогает быстрее от этих высыпаний избавиться, слегка их подсушить, снять покраснение. Салициловая кислота это вообще самая лучшая кислота для проблемной кожи. Поэтому, если у вас проблемная кожа, однозначно могу посоветовать к ней присмотреться. Я ей, правда, пользовалась только в те периоды, когда были высыпания. Когда их не было, я какие-то другие использовала продукты. И это было для меня такое вот со-средство в моменты высыпания. Вообще, очень хорошая вещь. И закончу это видео еще одним кремом для рук. Это крем для рук от Dolce Milk с ароматом Дика Клубничка. Приятный легкий крем для рук с клубничным таким детским запахом. Опять же, хороший вариант для ежедневного применения, если кожа рук не в каком-то плачевном состоянии. Просто такой базовый легкий крем. Вообще, вот этот бренд Dolce Milk очень даже неплох. Продается, по-моему, эксклюзивно в Литуаль. Но, по крайней мере, нигде, кроме Литуаль, я не видела. И их кремы для рук, геля для душа. Все очень такое приятное с такими девчачьими фруктовыми отдушками. Хороший. Делитесь своими отзывами на эти средства обязательно в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И не забудьте поставить этому видео лайк, если оно вам понравилось. Прекрасного вам дня. Обнимаю. Пока-пока.